Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашем зале научной библиотеки Тюменского института культуры открылась новая выставка. Выставка, посвященная 200-летию со дня рождения великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова. Поэт, гражданин, мыслитель. Некрасов был сыном богатого помещика Сергея Алексеевича Некрасова. Мама Елена Андреевна Закревская, польских кровей. Некрасов воспитывался в большой семье. Было 13 детей, кроме него, и 13 мальчиков, и 2 девочки. С малых лет маленький Коля уже любил писать, писать стихи. Он посвящал маме свои детские стихи. И вот это литературное творчество, которое начиналось у него буквально с 7-8 лет, продолжится до конца его жизни. Его отец был достаточно властным человеком, и он хотел, чтобы сын был так же офицером, как и он. Но мама видела его тоже более литератором. И когда ему было 17 лет, он хотел поступать в университет, и он поступил туда, вопреки воле отца. Уехал в Петербург. Отец, рассердившись на Николая, не стал его финансировать и помогать. Но Николай Алексеевич продолжил обучение и продолжил свою жизнь в литературном Петербурге. Здесь мы видим с вами те места, где он отдыхал летом, где он работал летом. Это знаменитая Карабиха. Сейчас там музей. Это Гришнева, которое было поместьем и его деда, и отца. И теперь оно тоже было у Некрасова. Он его выкупил после того, как оно неожиданно за долги было продано отцом. Это мы видим небольшой домик возле Петербурга, где он был летом. Где он отдыхал и писал, и работал. Николай Алексеевич Некрасов, оказавшись в Петербурге, конечно, был в затруднительном положении. Он зарабатывал сам себе. Он писал филитоны, писал стихи, небольшие поэмы. Писал даже для Александринского театра. В один момент он понял, что не может жить без какого-то журнала, чтобы не создавать этот журнал. И он приобретает журнал «Современник». Он некогда принадлежал Александру Сергеевичу Пушкину, потом Плетневу. И сейчас Панаев, его приятель, Иван Панаев и Николай Некрасов, они взяли этот журнал. И это было их детищем на целые 12 лет. Он приглашает сюда маститых литераторов. Он приглашает сюда молодых литераторов. Тогда молодые Толстой и Тургенев начинают первые вещи Толстой, севастопольские рассказы, печатать в этом журнале. Вместе с ним в редакции работает Виссарион Белинский. Он его пригласил, потому что вполне понимал эту личность как высокообразованную, литературно одаренную. Но, к сожалению, Белинский рано умирает. И Некрасов один работает как редактор в этом журнале. Панаев меньше уделял внимания художественному творчеству. Он приглашает к себе Достоевского. Бедные люди печатаются там. Он приглашает Григоровича. Также через некоторое время в журнале появляется Чернышевский и Добролюбов. Здесь мы видим те произведения, которые писал Николай Алексеевич Некрасов. В основном он свою поэзию посвятил простому человеку, крестьянину и русским женщинам. У него есть прекрасная поэма «Русские женщины», где он описывает Екатерину Трубецкую, когда она уезжает вместе с другими молодыми женщинами к своим мужьям-декабристам. Здесь же мы видим поэмы «Крестьянские дети», «Кому на Руси жить хорошо». Часто произведение стихотворения получается, когда Некрасов увидит какую-то картинку в доме на Литейной 36, где он жил, напротив был дом министра. И к министру появлялись время от времени ходоки. И однажды он увидел, как никого не пускают, и простые люди, понурив голову, уходят от этого дома, не получив никакой поддержки от правительства. Так появляется стихотворение «Размышления у прородного подъезда». Николай Алексеевич любил не только свою литературу. Он был заядлым охотником, как и его дед, как и его отец. И здесь мы видим картину охотники на привале. Очень ярко демонстрирует, как бы это было у самого Николая Алексеевича. Рядом мы видим поинтера, черного поинтера. Это любимая собака Некрасова. И, к сожалению, однажды она была случайно убита, и Некрасов очень долго потом не выходил на охоту. Он повесил ружье на стенку и больше к нему не прикасался. Мы также видим книгу об игре в карты. Он был заядлый картешник, как и его дед, так и его отец. Но Николай Алексеевич был членом английского клуба. Там играли только аристократы, министры, высшие сановники. И Николай Алексеевич выигрыши все брал для того, чтобы содержать свой современник, для того, чтобы помогать малоимущим молодым поэтам, таких как Салтыков Щедрин или Николай Добролюбов. Здесь мы видим Николая Алексеевич в искусстве. Можно так сказать. Это певица Плевицкая. Начало XX века. Она очень любила петь песни на стихи Николая Алексеевича Некрасова. Также мы видим знаменитую «Ой, полным, полна моя коробочка». Это поэма. И вот начало поэмы, оно легло и стало песней. Мы видим также произведение Сверидова. Георгий Сверидов любил писать на стихи Некрасова. И почему здесь находится Тюмень? Да потому что рядом, когда мы видим в произведении Колганова «Кому на Руси жить хорошо», это изображен кружок Высоцкого, которые очень любили поэзию Некрасова. И всячески поддерживали его, писали письма в поддержку, когда тот заболел. Что же, что ты долго глядишь на дорогу? Еще одно знаменитое произведение, любимое нашими исполнителями. Они всегда его включают в репертуар, если речь идет о русской народной песне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!